В российском Энгельсе, что в тысячи километров от границы с Украиной, звучит сирена воздушной тревоги. Камеры фиксируют вспышку и взрыв. Ни хуй я, ни хуй я, это взрыв. Под прицелом крупнейшая российская база дальней авиации Энгельс-2. Она критически важна для обеспечения вторжения России в Украину. Именно с ее взлетных полос регулярно поднимаются бомбардировщики, чтобы нанести удары крылатыми ракетами, в том числе и по энергетическим объектам. Это единственная база, способная обслуживать сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160. А также здесь находится эскадрилья бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Базу охраняет целый зенитно-ракетный полк, 911-й зенитно-ракетный полк, который включает два дивизиона. Дивизион С-400, зенитно-ракетного комплекса С-400. Это комплекс дальнего действия с ракетами, которые способны сбивать цели до 200 километров. И дивизион зенитно-ракетных комплексов малого радиуса действия ПАНЦИР, которые специализированы в уничтожении беспилотных летательных аппаратов. В начале декабря авиабаза в Энгельсе уже была под ударом. Тогда якобы повреждения получили два самолета Ту-95. А 26 декабря, в аккурат к дню ПВО российской армии, на аэродроме снова суетились. На утро российские так называемые СМИ сообщают о сбитом украинском беспилотнике, трех погибших и четырех раненых. Подтверждения их словам нет. Но российские паблики взорвались гневом россиян и призывами мочить хохлов, а пропагандисты в открытую с экрана в Раша ТВ пообещали возмездие гражданским. Что обычно случается после атак на авиабазу Энгельс? Правильно, очередной залп по украинской инфраструктуре. По неофициальной информации, взрыв на аэродроме повредил командный диспетчерский пункт, управляющий работой всех служб во время подготовки к боевому вылету. Например, чтобы заправить один стратегический бомбардировщик, нужно не менее 10 самых больших машин-заправщиков, наземных заправщиков, которые, ну, самая большая, это на 11 тысяч литров топлива. Это огромные такие, ну, полуприцепы с цистемными. А я уже не говорю, что о различных специализированных машинах, там, для азотирования, там, азотирования топлива, по-моему, там еще для различных электрических систем, различных систем проверки. То есть подготовка к вылету группы стратегических бомбардировщиков – это очень сложный процесс, и малейшая заминка с ним приводит к тому, что, или малейшая раскоординация действий, приводит к тому, что боевой вылет срывается. Каковы разрушения пункта – неизвестно. Серьезно поврежденные системы связи россияне смогут восстановить за несколько недель. Но самое главное, что взрыв, хоть на первый взгляд, и с незначительными для российских военных последствиями предотвратил масштабную атаку на инфраструктуру Украины, а именно ее в РФ определили основной целью. И с испугу свои самолеты россияне перегнали, среди прочего, аж на границу с Китаем в Амурский край, в Украинку. Оттуда точно эти самолеты не смогут наносить удары по Украине, потому что совершенно сумасшедшая дальность. А то 95 МС, они несут ракеты на внешние подвески. То есть у них просто не хватит топлива для того, чтобы выполнить боевую задачу. Кроме того, атака на хваленую базу дальней авиации России – еще одна пощечина российским военачальником. Вот как во время масштабных учений в Энгельсе, проходивших три года назад, замминистра российского обороны нахваливал местный аэродром. Это мощь нашей страны. Гордиться надо. Кроме гордости и уважения к этим людям ничего больше нельзя сказать. Атака на аэродром – это и удар по российскому оборонпрому. Хваленные зенитно-ракетные комплексы с громкими названиями «Панцирь» и «Триумф», которыми торгует Россия, на деле оказались пустышкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова